Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешью. Аминь. Номер 378. Событие дня. Притча 28 глава 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вот когда первый раз человек услышал это, по себе подумайте, какие у вас были чувства. Мы ходим, молимся, ходим, молимся, Библию в руках не держим. Да зачем мне Библия? Кто считает Библию, с ума сходит. Я там все слышал, когда еще Библию в руках не держал. И все. И молитва вся мерзостью. Ты не знаешь, о чем молиться. Да чтоб ему повылазило. Уже ненавидящий брат и человекоубийца. Перед Богом человекоубийца мерзостный. Ну и все остальные заповеди-то. Это разбирать надо каждый день. Почему я этот эпиграф оставляю на долгое время. 24 декабря 2016 года. Вот сегодня воскресенье, 25 утром мы рассматриваем. Исайя, 1 глава, 15 стих. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Вот порох Исайя говорил к народу еврейскому, которые знали Бога, закон был, левиты, что-то приносили жертвы. И вдруг руки ваши полны крови. А почему? Тот, кто отнимает, не дает зарплату и прочее. С человека убийца есть. Кровопевец называется Писание. Потому что от хлеба кровь образуется. Они не дают им. И эти вокруг, которые там депутаты и проще себе называют, такие пенсии, не пенсии даже, зарплата. Министр образования получает миллион двести тысяч в месяц. Пишут Литвинов там какой-то. А сколько учителей? Самые бедные сословия. Ни сыда, ни совести нету. Сейчас проголосовали, что ли, чтобы не меньше восемьсот тысяч было. У меня пенсия шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля пятнадцать копеек. Я, однако, живу, радуюсь, благодарю Бога. Но вы мне сделали такую пенсию. Почему? Не давали нигде работать, нигде. Гнали. И мне сказать это не стыдно. Не слышу ваши руки полны крови. У того, кто чужой не берет, у того ничего этого нет. Упреков на него таких. Дальше. Притча, пятнадцатая, глава, восьмой стих. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Видите, жертва нечестивых. Почему неправедно? Вот эти все олигархи, это люди неправедные. Кровопивцы, ограбившие страну, не дававшие пенсии, не дававшие зарплаты. То есть это все государственная мафия у власти. Мафиозная структура государства. И такая власть не есть власть от Бога. Она попущена Богом до грехи людей. Антивласть. Многие начали с собой что-то делать и стрелялись. Притча, двадцать первая глава, тринадцатый стих. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить и не будет услышан. Вот несколько роликов хочу сразу ознакомить. Баптиста о бороде говорят. Первый раз встретил такое, что по Писанию начинает рассуждать. Ну, тоже так это снисходительно, не знает. Бритых не хоронили на кладбище, отдельно, как собака где-то за кладбищем. Если он умирал, в церкви нельзя было заказывать сорока уст. Всего бороды только нет. А почему? За этим кроется другое. Противление Божьему становлению. Чтоб человек был похож на женщину. За этим гомосексуализм идет. Это разрезанное платье и прочее. Вся эта мерзость. Чтобы посмотреть, что здесь. Ctrl внизу. Самую нижнюю угловую клавишу нажать, а потом сюда поставить. Курсором щелкнуть и сразу выйдешь на этот. Теперь о детском православном лагере Стане. В новом формате. Соображение. Тоже нажмите и туда зайдете. 400 с лишним, кажется 37, 437 роликов. Наши ролики на нашем канале. Вот надо. Я их перетащил сюда все. Легко искать. Еще. Вот патриарх Кирилл говорит о миссии в церкви. Щелкните на это. А вот это православная церковь. Я говорю, ролик со Стали готов помочь сегодня же. 23 одним и тем же числом. Ctrl. Вот сюда нажми и сразу щелкнет. Я его щелкнул. Что? Все. Вот оно где. Пожалуйста. Я убираю это дело. Возвращаюсь к месту сюда. Дальше. Один человек задает вопрос. Почему? Я знаю, нападают на него. Просто скрываю. Игнатий Тихонович. Говори, считай. Игнатий Тихонович, подскажите пару ссылок из Библии на тему предвзятости, пожалуйста. Предвзятости. Да такого слова в Библии нет. А ну-ка, давай посмотрим, зарядим. Вот сейчас заряди сюда предвзя. Все. Нету. А в неканонических книгах тоже нету. И поэтому больше в Библии ничего нету. А вот если бы сказали по святым отцам Это Кирилл Александрийский Он не хотел Златоуста признавать Что его уже канонизировали В дептихе называлось А почему? Главный гонитель Златоуста Был его дядя Феофил Александрийский патриарх А потом и Кирилл Александрийский Будет канонизирован Ну как объяснить? Он за дядю Златоуста в опор не видел Считал врагом церкви И церковь канонизировала его И никакого покаяния нигде нету Понимаете как? А почему? Он защищал все православие Правильно, но в данном вопросе предвзятость Предвзятость То есть предзаранее уже у него взято На помышление И он так настроен был Вот против меня предвзятости моря Сколько? Вот одна женщина Тут через отца Павла Камень на обе В руках у нее были книги Узнал Лапкин, да я о нем слышала там что-то И все книги вернула назад То есть она Не знает ничего Но Как-то попала к ней книга Для слова Божия нету Она прочитала это Лапкин К отцу Павлу Ну-ка давай назад все эти книги Понимаете как? Вот Дворкин он все по твердзятости делает Обо мне выступал несколько раз Он меня видел? Нет Считал нет Но он считал то что Эпархиальная там Кузнецкая какая-то Новокузнецкая Тульская епархия Сказали Так называемые Миссионерские отделы То есть дыра в преисподнюю И оттуда этот голос То есть он не знает Заранее настроены Какой-то деканишка Какой-то там Что-то дали ему Новосибирские там Ирине Ильонского А теперь их громят Вот с тех сторон Я сколько раз говорил Не лезьте куда не знаете Предвзятость Заранее Одобряется Да нет конечно Но все-таки что-то есть в Библии об этом А они не знают Я нахожу Так притча 18 глава 14 стих Кто дает ответ не выслушав Тот глуп и стыд ему Вот это предвзятость Он заранее не выслушал И он заранее настроен против У него же готовое мнение Вот на меня берут там Олег Маленко сказал И хватает берут Олег Маленко сказал Священник Никакой он не священник Самозванец Его никто не признает Еретик из еретиков Почитайте о нем Что пишет Юрасов Амвросий Который лично его знает Это похитители Его никто не знает Но раз он против меня сказал Они его берут И дальше Ну подлянка Больше никак не назовешь Никак Вот у меня враги Все до одного предвзятые Они не знают Не были Предвзятые Вот нас епископа назначили А он только что-то слышал И говорит Я приеду А его назначили у нас Быть епископом Евтихий Курочкин Ну как я буду ладить с Игнатием А приехал Он со мной проводит день Я пас овечек Мы целый день там Пасли вместе На соломе валялись И он говорит Я совершенно другого человека вижу Вот тоже значит встреча Дальше Так Второзаконие 13 глава 14 стих То ты разыщи Исследуй И хорошо расспроси И если это точная правда Что случилась Мерзость Среди тебя Все Вот то есть Предвзятое мнение Отбрось А предвзятость судили В статье 58 В советское время Погубили миллионы людей В общей сложности Более 50 И только по статье По этой Миллиону То есть Тут 10 гитлеров Даже не вмещаются А кто писал То знал 14 пунктов В этой статье были Дальше Евангелие Теана 7 глава 51 стих Судит ли закон Наш человека Если прежде Не выслушать его И не узнать Что он делает Да Судит ли закон Судит Его не выслушивали Все расстреляли Его как будто Не надо этого человека А вот я Вчера высчитал Про одного Про один случай Такой Может сейчас я найду Этот материал Куда-то его девал Хотел зачитать Именно предвзятость Дальше Иаков 3 глава 17 стих Но мудрость Сходящая свыше Во-первых Чиста Потом Мирна Скромна Послушлива Полна милосердия И добрых плодов Беспристрастно И нелицимерно Вот это слово Беспристрастно Что означает Пристрастие Вот это и есть Заранее Предвзятость Мнение Пристрастие Оно же Беспристрастно Быть Кто это Сын Брат Свад Слово Божие Говорит Вот это Беспристрастно У меня Отметил Андрей Где Уберите На себя Все это Это человек Который Который Весьма Хороший Который Ролики Говорит Убрать Там Как этого Священника В схему Там ничего Нету Больше Как она За ним Ухаживает Она Очень добродетель Ну вот сказали Назвали Как-то там Ее И архиерею Там плохо Стало Почему Потому что Со священником Который На пенсии Уже 90 лет Ему Выседует Наш брат И говорит Ты как Крестил Людей Ты меня Крестил Только ладошкой Ударил Ты умираешь Теперь Ты в этом Раскаешься Или нет Ну и дальше Все Выставлены Ролики Там ничего Нету Именно так Ой как Жестоко Ничего не жестоко Этот человек Говорит Как должно Этому священнику Уйди на отчет Божий Он говорит Времена Перестройки Были Вы сотни Может быть Тысячи людей Обманули Никому О Христе Не сказали И я Ничего Не знал И тебе Я благодарен Что ты Их записал И выставил Да Человек Там Там так Много И для многих Поучительного Обличительного Спасительного Брат Михаил Знал что делает Правильно он сделал И они вместе Крещение у нас получили И она теперь Вот такую панику Разводит Они должны быть Распространены По всему миру Эти ролики Твой разговор Как факел любви Которым Ткнули в ночную тьму Пустые усложнения Суимудрия И самодовольства Я эти ролики Сейчас покажу Как не хватает Таких слов ныне Таких речей За эти ролики Тебе низкий поклон Будет от многих И разных Мир вам всем Игнатий 24 декабря 2016 год Вот я сейчас покажу Где это у нас и есть Минутку Это надо мне открыть Вот этот До какой мы сейчас Мы идем Как раз по этому Вот Из архива Баптистов Для Наша вера Вот она где Вот посмотрите Сейчас Я сейчас Я сейчас это увеличу Чтобы можно было Просчитать Философия Максима Степани Вот она Жизнь батюшки Сергия Контрол Нажмите Вот сюда На синий И сразу Выйдите туда Откровенный разговор О чем есть Вот она где Еще Пострик Схему Вот она где Вот третий Посмотри Я останавливаю Здесь Вот она есть Пожалуйста Раз Два Три или четыре ролика Всего Я их показываю Сами посмотрите Чтобы не подумали Что мы еще Что-то скрываем Нет Дальше Я прошлый раз говорил Не все расслышали Может быть Я просил молиться У нас Посланная в Испанию Книги Заканчивается Два месяца И нигде нет Перешли границу Испании И исчезли книги А книги Это у меня Тридцать восемь книг Тридцать один килограмм И они в два Посылочки Такие не помещаются И два пакета Пакеты дошли сразу А это нет И наконец Они дошли И вот теперь Поступили снимки Я хочу показать Я всегда говорю Кто получит книги Давайте снимки Чтобы видно было С книгами вместе Сфотографироваться Вот Теперь посмотрите Пожалуйста Для Слова Божия Они тут И здесь О О какие люди Там в Испании И при том Католики Бывшие Приняли православие Посмотрите Сколько радости Дальше Теперь второй снимок Показала Я сказал Чтобы было Испания Вот видите Я покажу Ну ладно Буквы уйдут Чтобы было видно Одета Как руки закрыты Шея закрыта Грудь закрыта Ну только без платка А так то И юбка длинная Ну все Мне нравится И как книги держат Вот Дальше Вот это они сделали Как бы на одном Тут разделить Попришлось Книги отдельно Сейчас мы посмотрим Может быть Можно будет Вот с двумя книгами А вот отдельно книги Вот они книги мои Наши книги в Испании Дошли Вот трехтомник Толкование полное Нового Завета Вот я показываю Это вот книги Вот первый том Второй Третий Четвертый Пятый Это в мягком переплете Двенадцать На льняной основе Корочки Это в твердом переплете Вот с тринадцатого До двадцать третьего И дальше До тридцатого Тома Симфония На неканонические Книги Библии Стихи Книга Симфония на жития святых Для слова Божия нет уст И к истину православия Все получили Все выставили Ну и еще один показывали Ну и это значит здесь Я думал где-то здесь Да где же вот она А вот она Когда посылка пришла Ее там вскрывали Вскрывали Видите ее вскрыли Там на Где там На почте Досмотрели Ну открыли Приоткрыли Там может быть действительно Что-то другое Но книги И они опять заклеили И где-то держали Держали Ровно два месяца Посылки шли Вот сейчас выстали Вчера в Италию заказывают Мы сами-то проехали Там были в Испании Библиотеки я дарил Вспоминаешь Как были в Италии В Риме И договорились Они итальянки Мы русские По-английски там поговорили И они сфотографировались Веселые такие У нас ролики стоят И фотографии Ну вот Что хотел показать Ну наши ресурсы Как всегда показать Что у нас ценное Это Вот Мой мир В моем мире Что тут сегодня у нас Я Закачиваю Всегда Есть что-то или нет Дар книг библиотеки Это большие Три часа сорок минут Ролик Три часа сорок минут То есть я слепил Из разных Из архива взял Второе перекачали Деяния Посыл Значит И номер тринадцатый Дети С детьми Третий И Видимо занятия Это было или нет Впереди там Наверное не было Все Ну Все ли там закачалось Легко проверить Вот я почту сейчас открываю На почтовой Смотри как проверяется Что здесь Видео Ошибка загрузки Какая События дня Нету Придется перезакачивать Вот События дня Показываю Как это делается Смотрите Мне надо снова вернуться На первую страницу Вот сюда Вот Опять ткну Где я есть Теперь Смотрите Как легко делается Переносится События дня Тут когда сегодня были События дня Вот оно где Я правой кнопкой Копирую Захожу в мой мир И вот здесь у меня Видео нажимаю Видно или нет Вот видео нажал Она снова перекидывает Видео События дня Вот здесь Правой кнопкой И вставить Вставил И теперь В какой альбом Альбом Это мое видео Я знаю куда вставлять Какой плейлист Добавить Очень легко Переносится С этой С видеоканала На В мой мир Вот так Я сейчас покажу Как Перенесено Сколько Здесь Вот посмотри Здесь Я захожу Сейчас Сколько у нас Здесь роликов На этом В моем мире Ну 4952 Фотографии Ну 20555 Ну фотографии такие Когда делает несколько Я их тоже поставил Бывает кому-то надо Просят Ну а сам фотоаппарат Дробит их Дальше У нас Очень большой форум Вот он как выглядит Форум И поэтому Кто заходит Вот здесь Новое сообщение Всегда нажимайте И сразу будете На первой странице Вопросы и ответы Вот последний Я уже не считал Просчитать надо будет Тут один человек Что-то пишет Мы его не зазираем Вот вымысл Что-то гитлер Откуда еще Это наставилось Непонятно Вот Ну-ка Считай Так Пишет Кто это такой Агафонов Сергей Ага В группе Вконтакте Я не зарабатываю Никаких денег Все деньги Которые люди дадут Будут пущены На рекламу группы Чтоб народа Больше было Никита поспешил Сказал о заработке А ты говорил об этом Ну что-то может и сказал Не знаю Там все описано Третье изображение И тем кто даст деньги Дается отчет Куда они потрачены Отлично За все время Только один человек Дал денег И не на группу А мне лично Они были потрачены На рекламу Замечательно Вот это мне нравится Ну проверить я не могу Ну Почему я должен Сомневаться в словах Хороший человек Хорошим делом занимается Ну и вот Теперь Чтобы выйти на первую страницу Опять Новое сообщение А поиск какой Нужен вот здесь Общий поиск Вот здесь вот Выделяется Общий поиск Нажми Рамочка выскочила И 1602 темы Ну и дальше у нас Очень богатый Видеоканал Вот сегодня утром Поставили Что Сейчас посмотрю Сколько посетили Дети Вот сколько здесь 29 29 А тут 27 Яр книг Маленько побольше Поменьше А события сколько 65 65 Это за сколько 2 часа 2 часа А вот вчера вечером Поставил Тайную исповедь Сколько 148 Просмотров 148 Мне непонятно Только вот Патриарх Кирилл говорит Там Почему так мало Посещения А у нас Сколько здесь 331 За сколько За один день Назад Ну это Для нас нормально Считается 31 Вот кроме того У нас очень большой Ресурс Сайт Во свете Библии Тут Один человек Два работали Три Сейчас еще один Подключается Контрольные Сделанные Надо чтобы В разных странах Они были И вот Проповеди От дельной Книги Здесь все книги Можно скачивать И мы немного Показать Каким 43 Вот здесь Это 4124 Ответов 55 тем 55 папок И вот здесь 43 Рождение Свыше Спрашивают Вот здесь Есть Мы скоро Закончим Это Вопрос Какой-то Какой-то Вопрос Вопрос 3441 Контрол А Выделить Называется Заактивировать Контрол С Вот здесь Скопировали Теперь я закрываю Открываю страницу В Word Курсор Контрол В Вставить Контрол А Заактивировать И дать масштаб Не 13 А 20 Все сразу Стало по-другому Ну и теперь Мы посмотрим Как Мне вопросы Задавали От университета Где я вел Занятия На Программу Вел три программы Радио В школах В техникумах Вот так Какой вопрос Вопрос 3441 21 том Книга Открытым оком В чем Главное Различие Взгляда На спасение Грешника Как оно Трактуется В православии И протестантизме То есть Четыре века Назад Никто бы Такой вопрос Не задал Его не было Протестантизма Теперь приходится Знать и протестантизм Ответ Протестанты Рассуждают Держа в руках Библию А православные Свои традиции Труды человеческие Вот понимаете Как православные Будут ли Довольны Это Как один из Чикаго Там пишет Одному Я нашел Православный Такой сайт Прямо проповедует По Библии Прямо переход От смерти В жизнь Первый раз Встречаю А потом увидел Что я говорю Баптист это не церковь Не церковь Хотя хорошие люди Говорят До того мне Противно Теперь стало Все А он баптист Вот и все А ты досчитай До конца Что тебе говорится Так Проще сказать Православные В подавляющем Большинстве Сами не переживши Духовного возрождения А Духа Святого Через Божье Слово И в людях Видят таких же Как мыслят о себе Человек болен А пройдя в церковь Он излечивается В таинствах Чаще И как можно чаще Исповедовайся И причащайся И как можно чаще 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 Причащайся А перечастия Не бывает без литургии А литургия Не бывает без священника Значит все наше спасение В руках священнослужителей А тут на подмогу храм Алтарь Мощи Иконы Колокола И одежды И свечи И бесконечность Ветхозаветных обрядов В новозаветной окраске И оболочке Библия Иисус Христос И взял на себя Грех людей И умер за грех На Голговском кресте Это мои ответы Которые мы считаем Ответы Которые давал людям И делал занятия Ну вот опровергать Православные Кинулись Не по зубам Исайя 53 Глава 6 Все мы блуждали Как овцы Совратились Каждый На свою дорогу И Господь Возложил на него Грехи всех нас Ну можно согласиться Что здесь Никто из тех Которые священники Сегодня говорят Выходит перед народом Такие известные Они так отвечать не будут А впереди Вот что я говорю Что на первое место Мощи Крестные ходы И у них именно это Вот места писания Дальше Христос Занял место грешника Галат Понимаете Вот так ответ А потом доказательство И Слово Божие Галатам 3 глава 13-14 стихи Христос Искупил нас От клятвы Закона Сделавшись За нас клятвою Ибо написано Проклят всяк Висящий на древе Дабы благословение Аврамова Через и Христа Иисуса Распространилось На язычников Чтобы нам получить Обещанного Духа Верою Даже самые лучшие Представители И православие Даже при Знании всей Апологетики Экзегетики Православия Защитники Православия Путаются И лико Скоромятся В диспутах На эту тему С протестантами Которые Абсолютно Правильно Понимают Вопрос Искупления Паршево это не главное. Главное знать Христа. А у людей православных кровь Христа. Кровь Христа им овщаша, а не на Голгофе. А Голгофе даже и мысли нету. Дальше. Защитники православного разумения, спасения все пытаются лечить мертвецов. Превращать мертвецов. Причащать. А, причащать мертвецов. Канонизировать мертвецов. Вот пример. Так, протестантам о православии. Дьякон Андрей Кураев. Страница 87. Я не просто говорю о книге. Это у меня здесь. Андрей Кураев был здесь у меня. Приезжал, книги брал. Кавычки открыты. И подумаем. Можно ли эти евангельские притчи прокомментировать такими, например, словами адвентистского богослова? Кавычки открыты. В нравственном отношении люди греховны. Когда Бог вменяет им их беззаконие, он должен смотреть на них, как на грешников, как на врагов, как на объекты его божественного гнева. Ибо существует нравственная и религиозная необходимость, чтобы Божья святость проявляла себя во гневе против греха. В отличие от западного христианства, склонного описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство осмысляет отношения человека и Бога в терминах органических. Органических. Понятно как? А вы как считаете? Да, конечно, правильная драма греховности. Юридическая. Это свойство Бога. Бог свят. Ну что такое? Взял плод, откусил и сто миллиардов умерло уже. Мы не представляем даже. Это невообразимо. Какая святость Божия. Ну про это апостол Павел Кремлина много говорит. Органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь. Болезнь. Написано, сын мой был мертвый и ожил. Мертвый, мертвый. Мертвый. Вот есть фильм такой, я легендую. Он говорит, умерли? Все умерли? Вот это надо понять. И не просто умерли. Бог не может простить грех. Не может по своему свойству за так. Возмездие до грех смерть. Римном 6.23. И для этого сын Божий сошел взять. Католики здесь правы. Католики. Бог не наказывает грешника, как судья наказывает преступника. Именно так и наказывает. Здесь скорее отношение врача и больного. Здесь скорее, то есть неуверенность. Слово скорее. Где-то нашли такое. Апостол Павел говорил скорее. Да или нет. А все сверх того-то от лука. Это от лука у вас слова. Так. Если я пришел к дантисту с запущенным кариесом, он, конечно, и меня отчитает за то, что я навредил себе, но заботится о здоровье. Но при этом вряд ли он скажет, что за мой грех он теперь вырвет мне два зуба. Понимаете, никакие. Совершенно немыслимое сравнение дают. Даже и глупыми нельзя назвать. Я сам причинил себе вред. И сам был причиной той боли, что причиняет мне прикосновение врача. Врач обыкновенный приравняется к Богу. Да можно назвать даже безумным сравнение это. Как это? Он мне два зуба вырвет. Где Бог два зуба вырывает? Ты за это ответь сначала. За этот кариес. Скариус какой-то. Возьмите за этот грех смерть. Все мы умерли. Умерли. В Адаме все умирают. Какие у нас? И других примеров нету. Ни святые никто не придумывает. А там-то цокоубия. Так и с болезнями моей души. Здесь нет раздельности. Вот мой былой грех сам по себе. Вот я. Заметим, что увлекшийся автор предписывает Богу, как тому следует себя вести. Бог должен. Да не должен это его свойство. Должен, не должен. Тоже этого нету. Он никому не должен, Бог. Никогда не дает отчета. Бог не может солгать. Не может отречься самого себя. Он не может простить этот грех. Это трагедия мира. Все звери смертные сделались. Все рыбы смертные. Вся скотина. Все сделалось смертно. Из-за того, что там один плод откусили. Даже понятия мы не имеем об этом. Начинаем рассуждать с человеческой глупостью. И непонятно, откуда взялась та необходимость, которая подчиняет себе Бога, диктуя Ему правила поведения. Да не надо правила поведения, это свойства Его. Бог не может отречься самого себя. Это что мы будем говорить? Не может солгать. Ну и теперь что будем? Бога обвинять. Это Его свойства. Евангелие от Луки, 7 глава, 19 стих. Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Должен прийти. Долженствующее. Почему? Божья любовь. Лука, 15 глава, 24 стих. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Пропадал, нашелся, умер, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Не ремонтировать надо, никому фляж наводить человеку. Ефесянам, 2 глава, 1 стих. И вас, мертвых, по преступлениям, и грехам вашим. Ефесянам, 2 глава, 5, а также 8-9 стихи. И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. А если можно было как-то спасти через мощь, зачем бы Сын Божий сходил? На странице 90-91 Кураев утверждает, кавычки открытые, он принял на себя последствия наших грехов, как ауру смерти. Понятно, придумывать надо, ауру смерти. А то что, это значит, мозги сгнили совершенно. Не понимает, о чем говорит или что. Или так, мозги пудрить. Веры никакой нету. Это все у меня было написано еще до встречи с Кураевым. Я говорю, это я в университетах брал книгу его и показывал. Которые люди окружили себя, изолировавшись от Бога. Христос заполнил собою. Понимаете, ни одного слова нет евангельского. Он в руках Библию не держал. Заполнил собою. Он умер за нас. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. А он взял, запутал. Да что это за безумие какое-то. Не переставая быть Богом, он стал человеком. Люди далеко ушли от Бога. Невольно пододвинулись к небытию. И туда, к той же границе небытия, свободно подошел Христос. Граница небытия. Ни одного слова евангельского-то нету. Небытия, аура и прочее. Зачем ты учился? Матрицы разбирать только. У меня с Андреем хорошее отношение. Я старым еще этим говорю. Почему такой ответ даю? А сегодня мы дали. И сегодня такой же. Почему мой ответ сегодня должен быть другой, чем вчера? Не приемля греха, но приемля последствия греха. Как пожарный, бросающийся в огонь, не соучаствует в вине поджигателя, но соучаствует в боли тех, кто остался в охваченном огнем здании. Ни одного сравнения даже близко нету. Совершенно. Никакое дело не... Да. Пожарные какие-то. Беда просто. Видимо, сам не знает, не имел духовного рождения. Не всех людей Христос нашел на земле. Многие уже ушли в Шеол, в смерть. И тогда пастор идет вслед за потерявшимися овцами в Шеол, чтобы и там, в бытие после смерти, человек мог находить Бога. Понимаете, там находить Бога. Но зачем тогда Христос-то не говорит? Дальше. Христос проливает кровь не для того, чтобы умилостивить Отца и дать Ему, в кавычках, юридическое право амнистировать людей. Видишь, какие слова. Он не говорит, что это свойство сущности Бога. Амнистировать, юридическое, ни одного слова евангельского-то нету. Называя себя мудрыми и обезумели. Через пролитие крови Он, Его любовь, ищущая людей, получает возможность для входа в мир смерти. Для входа в мир... Не как Деус Экс Мачина врывается Христос в ад. Христос врывается в ад прямо вообще. Но Он входит туда, в столицу своего врага, естественным путем, через свою собственную смерть. Христос мучительно умирает на кресте, не потому, что Он приносит жертву Отцу или дьяволу. Он раскинул руки Свои на кресте, чтобы обвинять всю вселенную. Святый Крилл Иерусалимский, огласительная беседа. И написано, без пролития крови нет прощения грехов. Прямо кровь Иисуса Христа ощущает... А кому Он приносит жертву? Приносит Жертву умилостивление, написано. А кому Он? При чем тут дьявол? Дьяволу жертву. То есть безумие. Жертва Христа – это дар Его любви к нам, людям. Он дарует нам Себя, Свою жизнь, полноту Своей вечности. Мы не смогли принести должный дар Богу. Бог выходит навстречу и дарит нам Себя. Не Свою смерть, кавычках «выкуп», принес Собой Христос, а Свою жизнь. Он взял на Себя наши немощи и наши болезни, чтобы растворить их в бесконечности Своей божественной любви. Растворить слова все какие. Не евангельский язык совершенно. Отсюда разительнейшая разница между православием и протестантизмом. По мысли протестантских богословов, открытые кавычки, Иисус пришел на землю, чтобы умереть. Мы же считаем, что Христос пришел, чтобы воскреснуть. Вот так. Бог спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра, 3 глава, 21 стихи. Не смертью Христа мы спасены, а тем, что смерть оказалась в нем бессильна. Понимаете, как апостол Павел говорит, а я не желаю ничего, кроме Христа распятого. Почему? Он умер нас жертвой. Жертва за грех – смерть. От этого не жертвой спасаемся, не смертью мы спасены. Когда все Писание переполнено этим, в жертву приносили Агнца. У Агнцев не было воскресения. Воскрес потому, что безгрешен. Это, конечно, и воскресение. Это все говорит, что не жертвой, не смертью. Не знаю просто. Так. Не смертью Христа мы спасены, а тем, что смерть оказалась в нем бессильна. Христос не жертва, не пассивный объект страдания. Он и на кресте литургисает, священодействует. Он активным усилием своей воли вторгается в область смерти. Активным усилием воли. Но ни одного слова нету божественного. Нету. Вот что значит учиться. Правильно сказал Денис Священник. Семинарии, Академии дали мне очень много. Я научился так врать, что и сам в это верю. Вот это прямо тут применимо. Так. Активным усилием воли вторгается в область смерти и разрывает ее. Возвращается к жизни, ломает адские врата. Кавычки открыты. Тление изгоняется натиском жизни, преподобный Иоанн Дамаскин. Икона «Сошествие Ад» являет нам сокрушением врат и победу, а не муки экзистенциалиста. Попробуй. Бабка поймет, что такое. Ужас какой. Над головой Христа развиваются его одежды, которые еще не успели опуститься следом за ним. Столь стремительно было его вторжение в мир подземь. Такую картину режиссерстве. Одежда развивается. Ничего этого нет. Это выдумка. Бред неверующей души. Кавычки открыты. Крест есть жертвоприношение, не только жертва. Жертва есть не только пожертвование, сколько посвящение. Вот попробуй, разберись в этом. Кто на ком стоит? На Голгофе священодействует воплощенное слово. Правда, Иерей, Фроловский. То есть ни Баа, ни Евангелия, ни Библия, ничего. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теанна 1, 29. Берет и умирает. Мы спасаемся жертвой Христа, пролитой крови. Без пролития крови нет прощения смертным. Нет. Об этом посланник евреям Павел говорит. Кровь Иисуса Христа очищает. Кровь. Первое послание Иоанна 1, 7 стих. Он как будто никогда не считал этого. Крест есть жертвоприношение, не только жертва. Крест есть жертвенник, а не жертвоприношение. Дальше. Теперь снова сравните с тем, что Дух Божий уже открыл людям, с чем так упорно не соглашается земной профессор. Евреям 2, 14. Это я отвечаю. А как дети причастны плоти к крови, то и Он так же воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Ну и с чем она, какое воскресенье, с чем лишил? Смертью свою. А мы спасаемся не смертью. Павел говорит смертью. Лишил силы, имеющую державу смерти. Одежда, врывается, ничего этого нет. Говори вот этими словами. Римлянам 5, 10 стих. Итак, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью сына Его... Смертью примирились, смертью. А воскресенье, воскресенье, воскресенье вообще об этом не говорится. Это один акт. Смерть и воскресенье. Воскресенье от чего? От смерти. То тем более примирившись, спасемся с жизнью Его. 2 Тимофея, 1 глава, 10 стих. Открывшиеся женыне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Вот и благовестия-то нет еще. Вот жизнь и нетление через благовестие. Ну, теперь я стихотворение даю. Так, богат ли я в сравнении с собою? Вчерашним, послезавтрашним, в конце. Так рассуждаю, будто бы нас двое. Один миллиардер и сзади мой прицеп. Это мое стихотворение. Так, что загрузил не к зависти соседа, чем обеспечено потомство не в погибель? И есть ли цель? С утра потери еду. Себя в конце, чтоб смертно не обидеть. В глазах людей я может голодьба. Им неприятны все мои заплаты. Не захотят со мной мой суп хлебать. Да тошноты им видеть мои лапти. А я смотрю на их машины зверства. И про себя смеюсь я над собой. Богатство там, к чему склонилось сердце. За что готов вступить в неравный бой. В обыденном, житейском, мой багаж вполне достаточен не скинуть голодухи. И в нищете пожизненный мой стаж. Не с голодом и мозолем пухнуть. Без зависти друзьями окружен. Любовью братьев и сестер загружен. Не Соломон, но столько рядом жен. Тесняться за столом. Я им сготовил ужин. Это не поэзия? Поэзия. В каждой строчке. И напротив каждой строчки я указываю еще место писания. То есть просто не указано, не вместилось. Миллиардер и олигарх беденея не в сотни, в тысячи большущих крат. Когда духовное сравнение применим, здесь за столом сам Иисус не брат. Могу ли жаловаться, будучи богат? Молитвы благодарности и воздух здесь напичкан. Жемчужины такие, чтоб собрать. Знакомился с пророками, с апостолами лично. Богат ли я с Матфеем 25? Готов ли ревизировать подостаток? На ужин каждый день успеть бы мне собрать Всех тех, кто не успел в мошну нахапать. Тридцатая, четвертая, семнадцатая, семнадцатая. Представь себе. Они у меня за эти стихотворения еще будут. Так это о чем здесь речь идет? Протестантизм православия, спасение. Вот и сделай. Надпись, и мы это уберем. На этом закончим. Так. Ну ладно, ладно, ладно. Все. Сравнение. Сейчас и... Все. Вот оно выскочило, протестантизм. И куда я его подсуну теперь в ворд в пакетик там? Пусть лежит дальше. Вот вчера тут у меня разговор один был. Так, может быть, даже посмотрю сейчас. Подожди-ка пока. Не выключаешь еще? Не торопись. Где-то. Дезертирство или что? Здесь надо найти где-то. Добавки. Деяния. Хороший такой. Здесь лаг, пролагер. Маленько, помоги мне найти вот здесь. А что, что ищем-то? Вот здесь вот предательство. Это дезертирство или как-то найти надо. А, Б, Б, Г, Б. Дезертирство есть, нет? Дезертир и кто вот. Вот. Прочитай. Интеллектуальный журнал. Приносит мне председатель трибунала бумагу. Подпишите, Иван Михайлович, завтра в 9.00 ходим. Хотим новобранца у вас тут перед строем расстрелять. За что, спрашиваю, расстрелять? Бежал с поля боя. Всем другим трусам в назидание. А я эти расстрелы скажу тебе терпеть не мог. Я же понимаю, что этот молокосос вчера за материную юбку держался. Дальше в соседней деревне никогда не путешествовал. Так, сейчас я подожди, сделаю жирным, чтобы дальше. А тут его вдруг схватили, привезли на фронт, не обучив как следует, сразу бросали под огонь. Я ведь тоже, даже в книжке своей об этом пишу, с поля боя по молодости бегал. И не раз, пока дядя, я под его началом был, своими руками пристрелить не пообещал. И я был уверен, что пристрелит. Это же страшно. Взрывы, огонь. Вокруг тебя людей убивают. Они кричат с разорванными животами, с оторванными ногами, руками. Вроде и мысли в голове о бегстве не было. А ноги тебя сами несут. И все дальше и дальше. И дальше, и дальше. Ужас-то какой. Ох, как же трудно со своим страхом справиться. Огромная воля нужна, самообладание. Они с опытом только приходят. С ними люди не родятся. И вот этого мальчишку завтра в 9.00 возле моего КП убьют перед строем. Спрашиваю председателя трибунала. А вы разобрались во всех деталях его воинского преступления? Тот мне. А что тут разбираться? Бежал, значит, расстрел. А что тут еще можно разговаривать? Все ясно. Говорю. А вот мне не ясно из твоей бумаги, куда он бежал. Направо бежал, налево бежал. А может быть он на врага бежал и хотел других за собой влечь. А ну, сажай свой трибунал в машину и следуй за мной. Поедем в эту часть разбираться. А их три в трибунале было. Нужно, чтобы начальник там счастье подписал. Начальник, может быть, фронта. А чтобы в эту часть проехать, нужно было обязательно пересечь лощину, которая немцам расстреливалась. Ну, мы уже приспособились и знали, что если скорость резко менять, то немецкий артиллерист не сможет правильно снаряд положить. Один обычно разрывается позади тебя, другой впереди, а третий он не успевает, ты уже проскочил. Ну, вот мы выскочили из-за бугра и вперед. Ба-ба! Пронеслось на этот раз. Остановились, про перелески. Перелески. Ждем. А трибунала-то нашего нет. То есть, которые к расстрелу были, они не приехали. Не едут и не едут. Спрашиваю шофера. Ты точно видел, что немец мимо попал? Точно, говорит, оба разрыва даже не на дороге были. Подождали мы с полчаса и поехали дальше сами. Ну, все это выяснил насчет новобранца. Бежал в тыл, кричал мама, сел панику и так далее. Поехали обратно. Приезжаем на КП. Что случилось с трибуналом? Спрашиваю. Ничего не случилось, мне говорят. Они сейчас в столовой чай пьют. Вызываю командира комендатского взвода. Приказываю немедленно доставить трибунал ко мне. Через пять минут приводят ко мне эту троицу. Троицу. Так, один еще печенье дожевывает. Спрашиваю. Куда вы делись? Почему не ехали за мной, как я приказал? Так ведь обстрел начался, товарищ генерал-полковник. Поэтому мы назад и повернули. Говорю им. Обстрел начался, значит. Бой начался. А вы меня бросили в этом бою. Струсили. Кто из вас законы военного времени знает? Что полагается за оставление командира в бою и бегство с поля боя? Побелели. Молчат. Побелели. Молчат. Приказываю командиру комендатского взвода. Отберите у этих дезертиров оружие. Под усиленную охрану. А завтра в 9.00 расстреляйте всех этих троих перед строем. Представь себе, эта картина какая была. Тут. Есть. Сдать оружие. На выход. Три часа ночи взводит Хрущев, член военного совета нашего фронта. Иван Михайлович, ты что, правда собираешься завтра трибунал расстреливать? Не делай этого. Они там уже встали, но собрались докладывать. Я тебе прямо завтра других пришлю взамен этого трибунала. Ты другую тройку? Ну же нет. Я Хрущеву говорю. Мне теперь никаких других не нужно. Только этих же хочу. Тот засмеялся и говорит. Ладно, держи их у себя, раз хочешь. И вот, аж до самого конца войны, мне ни одного смертного приговора больше на подпись не приносили. Вот так. Герой Советского Союза, один из самых популярных и любимых в армии военачальников, генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков. Ну, интересно бы его посмотреть, как он выглядит. Ну, это интересный человек. Интересный. Сколько матери своих детей получили обратно? Давайте посмотрим на него. Сколько не получили. Посмотри. Вот это он. Посмотри на его лицо. Какие люди были. Ну, конечно, он партийный был, генерал-полковник, герой Советского Союза. Весь в орденах. Один из самых любимых. Хороший рассказ. Хороший. Это его воспоминания. Он, я не знаю, кому, если может быть, умер, а рука сама поднимается. Помяни его, Господи, во Царстве Твоем. Если можно, облегчи его и учись. Как он умер-то, мы не знаем. Я вообще с ним не встречался. Вот как может быть. Благословен Господь. Так, посмотреть. Как его звать? Иван Михайлович? Да. Ивана. Раб, не раб был его. Мне все в нем нравится. Какой вид у него. И особенно то, что он спас этого. Кроме того, он сколько их спас других? Расстрелять. А расстрелянно было не худо, не бедно. Сто с тысячем тысяч. Своими руками расстреляли. Все? Все, давай. Все.